Ну вот мы опять в Британии, в прекрасной, сильной, мощной, красивой, интеллигентной стране, у которой сейчас, равно как и у некоторых других стран, проблемы с беженцами. С беженцами, которые желают любыми путями попасть в Великобританию. С беженцами или с псевдобеженцами, чего там греха таить. Теперь я скажу о том, конкретно что меня потрясло. Меня потрясла встреча Джорджа Клуни, американского актера, с Ангелой Меркель. А собственно, что именно? Джордж Клуни на этой встрече сказал, что он поддерживает политику открытых дверей, а также призвал штаты также поддерживать политику открытых дверей. Ангела Меркель, насколько я знаю, ответила ему, что каждый второй приезжающий в Германию в ней и остается. А я вот думаю, будь я Ангелой Меркель, я бы предложил Джорджу Клуни следующее. Одно дело, когда ты говоришь, я поддерживаю, а другое дело, когда ты берешь свой особняк в Италии, свой большой, прекрасный, красивый, огромный особняк. И демонстрируешь, что такое политика открытых дверей, которую ты так поддерживаешь на своем собственном примере. Я думаю, что денег у тебя, Джордж, хватит для того, чтобы содержать 100 беженцев в своем прекрасном особняке. Но содержать ты их будешь не для пиара, не два дня, не неделю, а всю жизнь. Более того, содержать ты их будешь и после того, как они родят детей. Ты их детей будешь содержать, Джорджи, ты будешь оплачивать их. Но почему нет? Ты же за политику открытых дверей. Перед вами выступление Пегиды Великобритании, а также противников Пегиды Великобритании. Мы даем оба мнения, оба диаметрально противоположные мнения, как того и требуют правила журналистики. В данный момент проходит протест против организации Пегида и одного из лидеров Лиги английской обороны, точнее, бывшего лидера Томми Робинсона. Мы начали свой протест против них, потому что их нацистские замашки уже доказаны. Да и все движение Пегида немцы и даже сама Ангела Меркель охарактеризовали как бессердечное, даже призывающее к ненависти. Как британское правительство будет справляться с проблемой исламского терроризма? Мой любимый пример из статистики, что, вероятнее, ты умрешь от нападения пчел, чем исламских террористов. Но главный способ борьбы с исламским терроризмом, по моему мнению, состоит из двух шагов. Первый. Радикальные стратегии для радикальных идеологий. А второй. Убедиться в том, что с мусульманами не портятся отношения или просто предотвратить это, потому что их текущий статус сознательно придуман системой, согласно которой мусульмане выглядят как террористы. Конечно же, это порождает огромное количество споров, и в плане государства, конечно, им лучше быть экстремистами. Я имею в виду, что если ты злишься по поводу экстремизма, то значит сам не экстремист. Поэтому я думаю, что для того, чтобы остановить терроризм, нужно убедиться в том, что ни у кого нет причин быть террористом. Меня зовут Катерина, я из Германии. В твоей стране есть проблемы с беженцами? Нет, в нашей стране есть проблемы со лживым обществом и ультраправыми белыми, но с беженцами есть только проблемы с границей. В Германии нужно открыть границы, чтобы больше не было гибели людей в Средиземном море, а также на границах с Европейским Союзом. Так что проблема не в беженцах, а в ультраправых, в обществе и в пограничном контроле. Германии нужно принимать больше беженцев? Я считаю, что Германии нужно просто открыть эти чертовые, чертовые границы и просто впустить людей для лучшей жизни. Людям, которые приезжают, нужна помощь, нужно жилье, деньги, возможно работа. Думаете, государству нужно выделить им такой вид помощи? Германия очень богатая страна, поэтому Германия наверняка может себе это позволить. Что ты можешь сказать о проблеме насилия? В Керне изнасиловали женщин, это так? Немцы, которые вот настоящие белые немцы, также насилили у женщин, немецких и других. Это просто насильственная культура в Германии, никто об этом не говорит. Так зачем говорить о беженцах? Ну тогда это была большая группа мужчин, порядка, там, тысячи. Да, ну знаешь, в городе, из которого я родом, ежегодно происходит фестиваль пива, Октоберфест. И уровень сексуального насилия очень высокий. Но об этом никто не говорит, потому что это, ну, делают белые немцы. Это просто лицемерие. То есть добро пожаловать беженцы? Добро пожаловать беженцы! Всем рады! Я со своими друзьями пришла протестовать против Пегида, которые, очевидно, как ты знаешь, настроены на ультраправые реформы и идеологии. Чего вы хотите? Чего они хотят? Альфред, чего они хотят? В чем их проблема? В чем их проблема? Да, они расисты, просто идиоты. Они хотят напугать людей. Они просто хотят запугать людей во всей стране. Они говорят, что в Британии есть проблема с радикальными исламистами. Вы видите эту проблему? Нет, я думаю, что такие проблемы есть в каждом обществе. И европейцев, и азиатов. Я не думаю, что проблема ислама настолько специфична, так же, как и азиатская. Этих людей очень много в Бирмингеме и во всей Британии. В эти дни очень много беженцев направляются в Европу. Вы слышали об изнасилованиях в Кёльне? Нет, я стараюсь держаться подальше от такого рода пропаганды. Это не пропаганда. Это факт. Надписи. Культура насилия импортируется. Культурное обогащение? Двоякое значение. Можно перевести как Трамп прав или Трамп правый. В стиле идеологии. Почему вы сегодня здесь? Большинство людей не знают правды об исламской идеологии. А газеты и политики не говорят всей правды. Ислам предполагает подчинение женщин. Смерть ради существования ислама. И, конечно, цель ислама – руководить всеми нациями. У вашей страны есть проблемы с исламом? У меня – да, если говорить от моего имени. Но многие люди против внедрения ислама. Они не считают его необходимым. Я думаю, что проблема не у нашей страны в целом. Это проблема у людей, живущих в нашей стране. У нас есть свобода слова и свобода выразить свое мнение, какой мы хотим видеть Великобританию, которое является мирной, северной страной. Мы не принимаем то, что девочек отдают замуж за стариков. Мы не принимаем педофилию. Мы принимаем то, что хотим жить в нашей стране в мире и в любви. Вы боитесь того, что однажды ваша страна может стать исламской? Именно. Мы боимся стать такими, как Германия, Швеция. И мы не набидим это. Мы хотим изменить это, не позволить произойти такому в Британии. Люди забывают, что в Ливане, Афганистане, Турции – религия, ислам. Как вы думаете, женщины в Германии, Австрии, Швеции могут чувствовать себя в безопасности? Нет, не сейчас. Почему? Из-за проникновения исламской идеологии. Многие люди, которые приезжают, действительно верят в эту культуру. Они воспитаны в культуре, где женщина – второй сорт. В культуре, где насилие – это нормально. Где девочек отдают замуж за стариков. И в Швеции вы увидите, что белые мужчины уже борются за то, чтобы сохранить свою расу. Сегодня происходит демонстрация Пегида Британии. Формирование организации из Дрездена. Мы надеялись на то, что они – мирное уличное движение. Но у нас возникли проблемы, которые требуют обращения в центральные органы власти. Единственное, что мы можем сделать – использовать наши ноги и прийти сюда. Какого рода проблемы? У нас проблемы с жестким экстремизмом среди мусульман. Все потому, что они не хотят интегрироваться. Они хотят быть отдельно от нас, но одновременно быть частью нашего общества. Мы не можем это принять. Мы – единая страна с большими ценностями. Конечно, у нас есть проблемы, но также у нас великие ценности. Если вы хотите жить здесь, то вам рады на определенных условиях. По моему мнению, нужно интегрироваться в наше общество, работать с нами, быть частью нас. А если вы не можете быть частью нас, возвращайтесь туда, откуда приехали. В противном случае, вы будете тут только проблемой для нашей страны. Проблемой, которую я не увижу, потому что не доживу, но увидят через 30 лет мои дети и внуки. Я искренне переживаю за их будущее, если ничего не изменится. А эти изменения, возможно, и сейчас, и они происходят. Но я не вижу, чтобы центральные местные органы власти что-либо сделали для этих изменений. Я слышал, что в Бюмингеме процент белого населения сократился с 70% до 50% за 10 лет. Не все так критично, конечно, но медленно к этому идет. Мне кажется, что последний раз мы смотрели на эти цифры очень давно. Но сейчас процент исламского населения составляет 35%. Это общество очень изолированное. Это неправильно. Никто так себя не изолирует. У нас здесь много людей живет со всего мира. Поляков много. Люди, которые приезжают сюда, интегрируются, работают здесь. Они часть нас. Они делятся своей национальной кухней. Это же просто потрясающе. Но люди, которые не хотят с нами смешиваться и быть частью нас. Извините, но часть этой страны. Вы проблемы. Какое нужно решение? Что нужно сделать правительству с теми, кто не хочет интегрироваться? С людьми, например, из Сирии, Афганистана? Зависит от того, что эти люди здесь делают. Если это люди, которые бежали от войны, и я считаю, что нам следует помочь. У нас есть такая возможность, но не стоит помогать вечно. Я думаю, что следует помогать, пока есть конфликт. А после того, как война закончится, отправлять людей обратно, помогать экономикам своих стран. Грустно, что всегда найдутся люди, которые могут оставаться беженцами всю жизнь. Тогда им нужно пройти процесс получения гражданства в Великобритании. Если они пройдут через весь процесс, им нужно интегрироваться в наше общество. Это не значит, что нужно полностью перенимать наш образ жизни. Я не жду этого. Нет. Но они должны найти место для жизни, работу, стать активными гражданами в стране. А если они не могут этого сделать, им здесь не рады. Это станет проблемой, в которую будут жить мои внуки, а я к этому не готов. Почему вы сегодня здесь? Мы сегодня готовимся к большим демонстрациям, которые пройдут летом во всей Европе. Мы против изламизации нашей страны. Эти люди захватили нашу страну. У них абсолютно другие взгляды. Культурные, этнические, моральные. Они абсолютно противоположны нашим. Нужно это остановить. Мы должны оказать сопротивление. Вы думаете, что Британия может стать мусульманской страной? В Британии растет влияние ислама. Есть адепты шариата. Растет контроль ислама. 360 человек в прошлом году были арестованы по подозрению в терроризм. 2000 британских мусульман воюют за ИГИЛ. У этой страны огромные проблемы. 4% населения мусульмане. Мы будем бороться, потому что есть проблемы. Как вы бы решили проблему с беженцами? Настоящими и теми фейклингами, которые приезжают в страну. Со всеми. Нужно закрыть границу, установить военную защиту границ. Но настоящим беженцам нужно помогать. Настоящие беженцы застряли в лагерях на Ближнем Востоке. Можно туда отправить гражданскую авиацию для помощи. Но привозить сюда, в Европу, людей с абсолютно другой культурой. Укладом жизни, помогать им. Мы можем уничтожить нашу страну, наших людей. Мы ничего не выигрываем, помогая им. Разрушаем свою культуру, помогая им. Приоритетом должны быть те люди, которые живут в нашей стране. Они в Ливии, Афганистане, Пакистане, Марокко или Египте. Большинство людей здесь, из Сирии. 20%. Что нужно сделать правительству с жителями в лагере в Кале? Отправить их туда, откуда они приехали. Как вы думаете, Украине нужно стать членом Европейского Союза, а украинцам разрешить безвизовый въезд? Мне не нравятся действия Европейского Союза. Я считаю, что есть не стоит вмешиваться в конфликт в Украине. Мы уже вмешались в конфликт на Ближнем Востоке. Я вообще против такой международной политики. Что говорят британцы по поводу миграции? Они реальны. Они не против мигрантов из Германии или из Польши. Лишь бы люди интегрировались в общество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Девчонки Nord Как получилаας подüm Продолжение следует...